50 километров в час прибавку в скорости обеспечила десятки улучшенная аэродинамика. Обводы стали чище и плавнее. Колесные стойки прятались не в гондолы, а с разворотом в крылоны. Вся конструкция стала металлической. Габариты существенно уменьшились. Бронекорпус, защищавший теперь и стрелка, выполнялся из экранированной двойной брони с воздушной прослойкой между листами. 20-миллиметровый снаряд пробить ее уже не мог. В истребительном сопровождении новые штурмовики практически не нуждались. Ил-10 мог на равных вести воздушный бой и с Мессершмиттами, и с Фоке-Вульфом-190. Успех десятки отрицательно повлиял на судьбу не менее удачного илюшинского проекта тяжелого штурмовика-бомбардировщика Ил-8. Разработка обеих модификаций велась одновременно. Но испытание доводка-восьмерки затянулось до самого конца войны. Несмотря на прекрасные летно-технические боевые показатели, запуск самолетов в серию так и не состоялся. Уже полным ходом шло производство Ил-10. Оно продолжалось еще много лет. Ил-10 и его послевоенная модификация Ил-10М стояли на вооружении до начала 60-х годов. Затем им на смену пришли реактивные самолеты. Хотя штурмовые полки под конец войны и начали получать новую технику, основным самолетом для них оставался Ил-2. С 1941 по 1945 год авиапромышленность построила 36163 летающих танков. Это около трети всех выпущенных за войну самолетов. Таким образом Ил-2 стал самой массовой боевой машиной советских ПВС, главным советским самолетом во Второй мировой войне. Его вклад в победу не с чем сравнить и соизмерить. Ни в одной стране мира на то время так и не было создано ничего подобного Ильюшинскому штурмовику. Реально оценивая трудности и ошибки в становлении Илов, следует признать, Сергей Ильюшин точно и сполна выполнил поставленную задачу. Гораздо позже, анализируя итоги битвы с фашизмом, его самолет назовут не только достижением авиационной науки, но и замечательным тактическим открытием. Ил-2 обессмертил имя своего создателя. Стал основным творением его жизни. От летающего танка, от заложенных в него идей, пошла развиваться вся современная штурмовая авиация. Конца совершенству не предвидится, но одно свое качество самолеты поля боя сохраняют неизменно. Со времен Ил-2 для противника они были и остаются карающим мечом, оружием страшным и неотвратимым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok